Здравствуйте! В прямом эфире новости в студии Илья Райшев. О главных окруженных событиях к этому часу. Первая свая забита. В Югре дали старт строительству нового моста через ОПИ. Вторая смена. Расскажем, почему сургутские дорожники кладут асфальт по ночам. 150 экстремалов попробуют покорить Иртыш. Покажем, как югричане готовятся к первому в регионе заплыву на открытой воде. Обо всем подробнее прямо сейчас. Большая стройка сегодня стартовала в районе Сургута. Здесь забили первую сваю нового моста через реку ОПИ. В ближайшее время начнется активная фаза работ. Строители выйдут на воду и начнут погружать металлические конструкции. Параллельно планируют отсыпать дорожное полотно. Новый мост будет четырехполосным. Этот объект станет важной частью федеральных транспортных коридоров и сделает северные регионы доступнее для других территорий страны. Подробности у Лианы Кемовой. Важность этого события переоценить невозможно. Первая свая нового моста через реку ОПИ забита. А значит, возведение объекта не за горами. Сейчас уже ведутся подготовительные работы к активной фазе строительства. Сегодня начало работы Пике-2. Это конец трассы. Это начало станции Островная, где сегодня тоже мы уже будем погружать сваю. Это сама река. И по трассе приступаем к отсыпке уже дорожной части одежды. На сегодняшний день есть лишь одна дорога, которая связывает Ямал и северную часть Югры с другими регионами страны. Мост имени Валентина Солохина. Он тоже расположен в районе Сургута. Но сейчас интенсивность движения превышает проектную в три раза. Новый мост – это объект, важный не только для жителей двух регионов, но и для всей страны. То, что касается Ямала и Ханты-Мансийского автономного округа Югры, на всякий случай, это сегодня субъекты, которые дают 40% дохода в федеральный бюджет. Что еще может быть важнее, чтобы эти территории были связаны, я уже говорил, как мы говорим, северяне, с большой землей. Чтобы сегодня и нефтяники, и газовики продолжали спокойно вести грузы. Не было никаких ограничений, то, что происходит сегодня с одним мостом, который работает через Обь. Новый мост – это потребность, которая возникла в округе давно. Еще в 2013 году в регионе подняли вопрос о необходимости новой дороги через реку Обь. К проектированию приступили два года назад. Строительство этого объекта поддержали на федеральном уровне. Оно обойдется бюджетом в 70 миллиардов рублей. Бюджета регионального и федерального. Остается сейчас распределить эти бюджетные усилия по годам таким образом, чтобы не сдерживать строителей, а напротив их стимулировать, поощрять к тому, чтобы получить объект в более короткие сроки. По проекту новый мост – это дорога протяженностью 45 километров с четырехполосным движением. Он рассчитан на 13 тысяч автомобилей в сутки. Ввести в эксплуатацию объект по контракту строители должны в феврале 2026 года. Лиана Кемова, Игорь Батищев, Владимир Ганзе, телекомпания «Югра», «Сургут». С начала года в Югре ввели больше 370 тысяч квадратных метров жилья. Об этом сообщили на очередном окружном совещании по вопросу строительства социально значимых объектов. Также на заседании отметили, что на данный момент годовой план по строительству выполнен почти на 43%. Всего же до конца года планируют ввести 233 многоквартирных дома общей площадью около 635 тысяч квадратных метров. Что касается ситуации с аварийным жильем, то за последние три года новые квадратные метры получили больше 30 тысяч граждан, что составило 210% от общего плана. Кубернатор Югры проведет онлайн-встречу с сургутянами. 8 июля в пятницу Наталья Комарова обсудит с участниками прямого эфира развитие самого крупного города региона. Отмечу, что в комментариях к анонсирующим постам югорчане уже задали несколько десятков вопросов. Жители интересуются строительством спорткомплексов, парковками и разработкой дизайн-кода Сургута. Каждое обращение рассмотрит глава муниципалитета Андрей Филатов, а также специалисты городской администрации отраслевых ведомств и Центра управления регионом. Трансляция традиционно пройдет в группе Югра ВКонтакте и в аккаунтах главы региона. Эфир начнется в 12.00. В Сургуте асфальт укладывают на растущую луну. Львиная доля дорожных работ в самом крупном городе Югры проходит ночью, когда движение не такое интенсивное. Практика распространенная в мегаполисах. К слову, в Сургуте зарегистрировано почти 250 тысяч легковых и грузовых автомобилей. То есть в среднем на 5 жителей по 3 машины. Как кладут асфальт белыми ночами, наблюдала моя коллега Наталья Соловьева. Он выпивает по 4-5 кружек кофе каждую ночь. За 20 лет работы дорожником Ермагомед Салимов уже привык бороться с сонливостью таким способом. Электрочайник всегда на готове прямо в асфальтоукладчике. А еще бригаде опытного прораба благоволят наши северные белые ночи. Любоваться видами, правда, времени нет. Зато видно все хорошо, как днем. Белые ночи, конечно, сами подумайте. День есть день, ночь есть. Когда ночью, как днем получается, все видно, все красиво. Конечно, ночи, конечно, белые ночи, это помогает. Такие смены в Сургуте практикуют уже не первый год. Специалисты отмечают, ночью водители реже заезжают на свежо уложенный асфальт. Выполнение работ по асфальтированию асфальтобетонных покрытий производится во вторую смену в связи с тем, что полное перекрытие дорожного движения на объектах не производится. И гораздо более удобно выполнять работы во вторую смену в связи со снижением движения транспортных средств по объектам. Вторая смена у дорожников длится с 8 вечера до 8 утра. Оплачивается в большем размере, чем дневная. Одновременно по городу могут работать три таких флота из самосвалов и асфальтоукладчиков. Первый год на лопате, потом как-то приблизился к укладчику, начал как-то увлекаться им. Ну, притянул как бы он меня и начал работать с ним. И пошло-поехало. Год обучался, второй год, вот уже шестой лет, так и работаем здесь. Парни, потому что ночи в югре холодные. Это особенность технологии. Свежий асфальт имеет температуру 160 градусов по Цельсию. Нужно подождать, чтобы он остыл хотя бы до 40. Производительность асфальтоукладчика 3 метра в минуту. И большой участок дороги, трехполосная, обещают закончить к утру. Только в этом году ночью в Сургуте заасфальтируют больше 8 километров автодорог. Работы планируют закончить к 1 сентября. Наталья Соловьева, Юрий Чанцев, телерадиокомпания Югра, Сургут. Югра поделилась опытом сохранения языков коренных народов на международной конференции в Москве. Мероприятие объединило экспертов из более полусотни стран. Оно привлекает внимание к проблемам исчезающих языков и языкового равноправия. О том, как это решают в Югре, в своем докладе рассказала губернатор Наталья Комарова. В нашем регионе носители самобытных традиций, ханты, манси и ненцы, мирно соседствуют с другими 124 этносами. Интересы коренных народов защищают более 700 законов. В округе создаются условия для изучения родных языков. Студенты получают материальную помощь, педагоги 25% надбавку к заработной плате. Проводят и всеобщий диктант по хантыйскому, мансийскому и ненецкому языкам. А в школах обновляют линейку учебников. Так, в этом году у десятиклассников появятся новые издания по мансийскому языку и литературе. А у младших школьников учебники по литературному чтению на ненецком языке и всех трех диалектах хантыйского. Для сохранения исчезающих языков очень важна активная вовлеченность с помощью мер поддержки самих носителей языка. У нас есть театр обско-угорских народов. Он называется «Санцит. Уникальный театр». В нем работают актеры, только представители коренных народов. И то, как они, еще раз упомяну об этом, передают свою любовь и знания о своем народе. Каждому из нас, который представляет большие народы, следует поучиться. Добавлю, что в Югре для сохранения языкового и культурного наследия коренных народов активно используются цифровые технологии. В 2014 году в округе запустили электронную библиотеку, а также депозитарий. Он насчитывает уже более двух тысяч фольклорных произведений, которые записали 700 представителей коренных народов Югры. А на платформе Обско-Угорского института прикладных исследований и разработок создается диалектологический атлас обско-угорских и самодийских языков. Он состоит из двух модулей. Первый содержит карты, дающие представление о границе распространения того или иного слова. Второй – словари. Банк открытия поддержит развитие культуры в Югре. Соответствующее соглашение между финансовой корпорацией и депкультом округа заключили в Ханты-Мансийске. Отмечу, что банк уже более 10 лет выступает спонсором и соорганизатором многих культурных и спортивных мероприятий в Югре. Теперь, после подписания соглашения, на помощь финансовой организации могут рассчитывать в том числе и подведомственные муниципальные учреждения. Соглашение как раз и способствует для того, чтобы эта работа была более системной. То есть это соглашение будет доведено до муниципалитетов. И вот уже в рамках тех программ, которые намечены на 2022 год, то есть они выходили с предложениями, где банк мог бы поучаствовать в том или ином качестве. Нас поддержат во всех направлениях. Один из проектов, который совсем недавно у нас прошел, это у нас проходил форум «Молодость, творчество, мастерство», где банк открытия являлся у нас тоже партнером. Нижневартовский перинатальный центр получил новое оборудование. Парк дорогостоящей техники отделения реанимации и интенсивной терапии пополнили три многофункциональных инкубатора и пять современных аппаратов искусственной вентиляции легких для младенцев с экстремально низкой массой тела. В инкубаторах есть и встроенные весы, и датчики температуры тела и окружающей среды, и даже возможности их трансформации в реанимационную систему при необходимости. Теперь у медиков с помощью такого оборудования больше возможностей выхаживать младенца даже с экстремально низким весом. Тут нужно именно специфическое оборудование, которое бы могло на этих нежных, недоразвитых еще организмах и легких проводить очень мягкую, такую хорошую, скажем, защитную вентиляцию. Ну и вот благодаря этим аппаратам, которые поступили к нам, нам это начало удаваться. И я надеюсь, что у этих деток появится шанс на выхаживание, на дальнейшее лечение и в конце концов будем надеяться на выздоровление. Еще одно приобретение Нижневартовского роддома – наркозный аппарат, предназначенный для будущих мам. А ранее за счет окружного бюджета заведение получило переносной рентгенаппарат, специально предназначенный для новорожденных. Он позволяет максимально точно и быстро проводить диагностику при минимальном излучении. Продолжается оснащение перинатальных центров в рамках программы развития здравоохранения, в рамках приоритетных социальных проектов по президентской программе. Округ закупает новое оборудование, новое современное оборудование, которое с умными технологиями. Очень хорошие аппараты, современные, по последнему слову, техники. В Сургутском районе мужчина за рулем «Лады Ларгус» догнал грузовик. По предварительным данным, водитель легковушки не выбрал безопасную дистанцию, что и привело к ДТП. Универсал серьезно поврежден. Сам виновник происшествия и его 18-летняя пассажирка получили травмы. Это единственная авария с пострадавшими, которую госавтоинспекторы зарегистрировали на дорогах Югры. Кроме того, полицейские сдержали 9 человек в состоянии опьянения. Трое отказались пройти экспертизу. На встречку выехали 49 водителей, еще 40 нарушили правила перевозки детей. Житель Сургутского района попался на уловки мошенников. Аферисты по ролям разыграли для него телефонный спектакль. Сначала Югорчанину позвонила лжеследователь. Она пояснила, что неизвестные пытаются оформить на него кредит по доверенности. Позже к беседе по очереди подключились сотрудник службы безопасности банка и даже ФСБ по Сургуту. Они рекомендовали снять все сбережения и отправить их на безопасные счета. Так мужчина отдал мошенникам 297 тысяч рублей. На следующий день аферисты позвонили вновь. Предложили определить псевдокредитора и получить в банке 1 миллион 300 тысяч. Так он и сделал. Деньги, конечно, перевел на безопасные счета. Позже аферисты предложили Югорчанину продать старую машину и купить новую. Но через счета банка. Не забыли и о страховке. Тревогу забили родственники потерпевшего, когда он оформил еще один займ и попросил у них деньги в долг. В итоге житель Сургута перевел аферистам более 4,5 миллионов рублей. Полицейские возбудили уголовное дело. Югорские росгвардейцы лучшие в Уральском федеральном округе. Итоги служебно-боевой деятельности за первое полугодие подвели на военном совете в Екатеринбурге. Эксперты оценивали профессиональные показатели. Так, сотрудники спецподразделений задержали больше 40 подозреваемых в совершении вымогательства и взяточничества. Обеспечили защиту 10 тысяч объектов, а патрульные пересекли свыше полутора тысяч преступлений. Я думаю, удалось во взаимодействии с органами исполнительной власти, с федеральными государственными органами сохранить положительную динамику служебно-боевой деятельности, управления по всем направлениям. Это и в обеспечении общественной безопасности, охране общественного порядка, борьбе с преступностью. Добавлю, что Росгвардия приглашает югорчан на службу в подразделение спецназа, вне ведомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы. Подробности можно найти на официальном сайте ведомства. О том, какие новости югорчане обсуждают в интернете, расскажем в нашей рубрике. В Югре зацвело редкое растение – северная орхидея или кукушкины слезы. Так в народе называют пальчатокоренник мясокрасный. Обнаружить его в тайге посчастливилось специалистам Белоярского отдела природнодзора Югры. В ведомстве рассказали, что этот цветок занесен в Красную книгу округа. В наших широтах цветущие поляны – редкость. Но, тем не менее, если постараться, можно встретить совершенно удивительные редкие растения. Продукты от тайганики появятся в одной из крупнейших федеральных сетей по продаже косметики. Напомню, тайганика – это югорский бренд, который уже 14 лет занимается производством экопродуктов из дикороса. Основано предприятие в Нижневартовске и ориентировано на любителей натуральных средств для ухода за кожей. Отмечу, что сейчас товары бренда можно будет купить только на сайте ритейлера. Если уровень продаж будет высокий, югорские шампуни, кондиционеры и гели для душа появятся на полках оффлайн-магазинов по всей стране. 905 югорчан подали заявление на включение в единый реестр коренных малочисленных народов России. И это только за второй квартал текущего года. Больше всего заявок было из Ханты-Мансийска, Белоярского и Березовского района. В общей сложности включиться в единый список через МФЦ пожелали 18 тысяч югорчан. Напомню, гражданам сведения, о которых будут учтены в реестре, больше не потребуется подтверждать свою национальность при подаче документов на получение пособий и мер господдержки. Помочь бездомным животным в Нижневартовске стало еще проще. В торговых центрах здесь установили специальные боксы для сбора корма. Предложенную департаментом ЖКХ акцию Дайлапу поддержал и общественный совет города по вопросам гуманного отношения к животным и бизнес-сообщества. В итоге корзины, куда все желающие могут принести корм для животных, установили в трех торговых центрах города. Европе-Сити, Грин-Парке и Югра-Моле. По планам стоять они будут до конца года. Корзины будут опустошаться по мере их наполнения. Будем надеяться, что акция найдет отзыв в сердцах граждан. Корм будет распределяться общественным советом города Нижневартовска по вопросу гуманного отношения к животным. Нам поступило предложение от администрации города поучаствовать в этой благотворительной акции для наших животных. И мы, конечно, отозвались на это хорошее решение. Места, конечно, выбираем самые центральные, проходные, для того, чтобы жители, не те, которые посмотрят только телепередачу, но и мимо проходящие видели. Югра станет частью X-Waters. Это серия заплывов на открытой воде, где участие принимают как профессионалы, так и любители. Эти старты имеют хороший призовой фонд и собирают тысячи пловцов со всей страны. Им важно не победить, важно преодолеть себя. Хантамансийский заплыв состоится 16 июля. Заявки подали 150 человек. На выбор они проплывут три дистанции. Два, шесть и десять километров. Мой коллега Дмитрий Пришвицин пообщался с югорскими экстремалами. Покорить Иртыш. Такую задачу в этом году поставили перед собой сотни пловцов. Только двигаться они будут не от берега к берегу, а по устью реки. В столице Югры впервые пройдет заплыв X-Waters Югра. Система проведения этих стартов очень похожа на всем знакомый югорский лыжный марафон. Участники проходят регистрацию, а на воде встретятся как любители, так и профессионалы. На выбор дали три дистанции. Два, шесть и десять километров. Отличаться заплывы будут по цвету шапочки. Можно будет различить, какую дистанцию плывут. Ну и будет выдаваться электронный чип, который фиксирует в заявленной категории автоматически распределить занятое место и покажет результат. Здесь не все борются за первые места, а все хотят просто преодолеть дистанцию и получить от этого удовольствие. Заплывы на открытой воде отличаются от тех, что в бассейне, поэтому требуют особой подготовки. Здесь речь идет не только о физическом, но и психологическом состоянии. Многие, выходя на открытую воду, не справляются с эмоциями. Взять, к примеру, Екатерину Ядрышникову. В прошлом году девушка убедилась, что плавать на открытой воде гораздо тяжелее. Было очень тяжело. В какой-то момент я даже заплакала, хотела повернуть обратно, звала спасателей на помощь. Но прошло минут 10-15, я успокоилась и дальше поплыла. И финишировала все-таки, получила свою первую, потом вторую медаль финишера. Нужно отключить голову максимально и не смотреть на то, что рядом, что под водой. Не задумываться об этом, иначе можно конкретно загнаться и реально остановиться и поймать панику. Особое внимание нужно обратить на экипировку. Если температура воды будет ниже 20 градусов, то в обычных купальниках и плавках до заплыва не допустят. А вот в гидрокостюме – пожалуйста. Он подбирается индивидуально под каждого участника и должен плотно облегать тело. Гидрогостюм поможет не только сохранить тепло, но и удержаться на воде. Неопрен 100% держит на воде, в нем даже нырнуть сложно, без каких-либо утяжелителей. Еще одно обязательное требование – это оранжевый буй. Его, в отличие от гидрокостюма, участникам искать не нужно. Он будет в стартовом пакете. Благодаря бую спасатели и организаторы смогут увидеть на воде всех участников. Он будет крепиться на пояс. Нужен он, чтобы первое – спасатели видели каждого спортсмена. Течение хорошее. И второе – если спортсмен хочет передохнуть, он просто на него кладет руку и на нем отдыхает. Важно! Без сопровождения целого ряда служб в воду заходить опасно, так как по Иртышу проходит судоходная линия. В день старта она будет полностью остановлена, а за безопасностью участников будут следить не один десяток специалистов. Это медицинские бригады, спасатели, сотрудники ГИМС. Будем в сопровождении от старта и до финиша. То есть патрульные суда будут наблюдать за участниками движения. У нас сначала идет старт на 10 километров. Порядка 15 лодок выстраиваются в коридор. То есть как только они подплывают дистанцию 6 километров, стартуют к ним в пилотон параллельно ребята из 6 километров. То есть группа расширяется. И потом так же, когда на двух. На финише все участники X-Waters Югра получат медали финишера, а те, кто смогут отличиться на своих дистанциях и покажут лучшее время, будут также награждены как призеры заплывов. Стоит отметить и то, что большой спортивный праздник выпадает на традиционное мероприятие пикник ХМ. Так что всем участникам заплыва югорчане окажут теплый прием и помогут согреться после холодной воды. Дмитрий Пришвицин, Владимир Дадыко, телерадиокомпания Югра. К этому часу это все новости от моих коллег. С вами был Илья Рейшев. Всего доброго.